Здравствуй, спотевший Киров! В эфире вечернее шоу Вятка Тудэй. В студии Александр Сорокин. У нас тут кондиционер. Смотрите сегодня в выпуске. Дичь дня! Самые задорные сегодняшние новости. Чтобы Порошино стало немножко получше, нужен полтишок. Мусорная история в объективе Оксаны Стяжкиной. Вот хочу, вы старай поставить, обновиться по диван сам. Старый выкинуть. Добрая рубрика «Пристроим вместе». Любить на ручках сидеть, кушать, цёклоточку приучено. И выясним, какие новости в Коминтерне. Ну, живу как все, в общем, на еду хватает. Продолжает эфир наша телевизионная газетка, на которой очень приятно чистить рыбу, ягоды, перебирать. В общем, рубрика «Дичь дня». Самые интересные новости за последние 24 часа. Дичь дня! Итак, это рубрика «Дичь дня». Сегодняшние кировские новости, которые улыбают. Первая новость. В Порошино отремонтируют около 50 метров дороги. Это новость в лучших порошинских традициях. Ведь, чтобы в Порошино стало немножко получше, нужен полтишок. Главное, чтобы они собрались потом догоняться. Ещё соточка, ещё две. Продолжим. В Истабенске играли в огуречные шашки. Самое главное в этой новости – это фотография. Вот интересно, как выбирали тех, кто будет играть за огуречные попки. Охлаждающая новость. Российский Дед Мороз приедет в Кировскую область на новоселье «Метелицы». Что интересно, произойдёт это в ближайшие выходные. Так что любой желающий сможет посмотреть, как в плюс 30 тает дедушка. И вот ещё две новости, которые появились в ленте практически одновременно. Как сообщает правительство, в Кировской области стартовал месяц мужского здоровья. И, похоже, точно та же самая новость, только лаконичнее сформулирована ГТРК. Береги велосипед. Это была Диджия, друзья. Какие новости, такая рубрика. Наша программа выступает за дружбу и равноправие. Сейчас наглядно это докажем. Есть в нашем городе недобросовестные кировчане, которые после купания на пляже оставляют там небольшую свалочку. И чтобы этим свалкам не было грустно, эти же кировчане делают такие свалки в городе. Оксана Стяшкина подробнее. Допустим, решили вы прогуляться по троллейбусному переулку. И как думаете, что же здесь можно посмотреть? Какая же самая главная достопримечательность? Только посмотрите. Красивая и большая свалка. Свалка эта с каждым днем становится все больше и больше. С самого года не выводят. Вот как. У нас было ЖКО, они хотя бы это, увозили. А это черт знает, где ЖКО ничего не делает. Мы только платим за квартиры. Все ничего не делают. Как считает Александр, вина здесь не только ЖКО, но и самих жильцов. Виноваты все. И люди, которые выкидывают сюда все вот это барахло, по-русски сказать. И виноваты те, кто убрали отсюда контейнеры. Мужчина каждый раз вынужден смотреть на это безобразие. Нам вот не нравится. То есть около дома нашего вот такая вот свалка. Нам вообще не нравится. Контейнеры раньше стояли, их вообще убрали. Но есть в этом дворе борец за чистоту, который иногда пытается расчистить эту свалку. Есть что дельное тут? Нет, это все это. Вот хочу весь сарай поставить, обновиться по дивану сам. Сарай выкинуть, а этот за ним. Вот видите, вы хоть помогаете, расчистите немножко мусс, эту свалку. Да, хотя диван убрать, и то меньше. Надеемся, что эта свалка будет уменьшаться не только благодаря Дмитрию, но и благодаря специальным службам, которые отвечают за вывоз мусора. Оксана Стешкина, Эдуард Прозоров, программа «Виатка Тудей». Самое время вернуться к масштабной акции Первого городского канала «15 дел лета». Немножечко объясню. Мы все лето показывали вам видеоролик, где советовали вам что-то сделать, чтобы лето запомнилось. Так вот, за некоторые дела мы даже решили награждать кировчан. В группе ВКонтакте Первого городского канала проходил фотоконкурс «Прокатись на карусели». Целый месяц кировчане фотографировали себя на сумасшедших каруселях. И вот пришло время объявить имя победителя. Но, к счастью для вас, победитель не один. Два любителя острых ощущений шли ноздря в ноздрю в нашем голосовании. Я с удовольствием явлю имена этих экстремалов. Светлана Анувриева. Вы сейчас радуетесь, да? Аплодируйте, аплодируйте. И Николай Губин. Эти два счастливчика отправятся в парк развлечений «Поляна сказок» и накатаются там. Да, вы сами знаете чего. Ну, а если вы не успели выполнить 15 дел лета, заходите в группу ВКонтакте Первого городского канала и переписывайте главный список трех месяцев к себе в блокнотик. Вот вы говорите, лето. Нужно купаться, загорать, вечеринки устраивать у бассейна, кататься всю ночь напролёт. Скука это всё. Скука. Я вот говорю, я засыпаю. То ли дело, Сашка Светлик. Целый день сегодня. В душном офисе. На липкой клавиатуре набирал новости. Искал, рылся в интернете. В общем, жил на полную. Просто по-по максимальному использовал своё летнее время. Рубрика «Соцобзор». Сашка, тебе слово. Главная функция соцобзора – отвлечение вас от интернет-рутины. Ну, потому что на пляже есть дела и поважнее, чем в соцсети. Эпическую музыку, пожалуйста. В душном офисе, рискуя истечь потом, мы героически просматривали фоточки и видеозаписи. И вот вам всё самое лучшее из соцсетей. Погромче. Первые фото из типичного котельнича. Там неустанно за городом наблюдает смотрящий, делая перерывы лишь на лоток и сметанку. Причём на своём посту глава котельнической, кот-министрации, сидит уже два года. Предыдущий снимок был сделан в 2014-м, а теперь кот разбогател и купил ковёр с кисой. В Кирове тоже есть свой смотрящий – Юрий Морданов. Он вновь прогулялся по городу с камерой и доказал, что для того, чтобы ругаться на дороге, не обязательно быть автомобилистом. Мы просветили это видео специальной программой «Покемон Гоу» и обнаружили, что это совсем не дорожная оказия, а редкий покемон-моллюск Шелдер. Пойду ловить. А на следующем фото не что иное, как лайфхак. Что делать, если у тебя не хватило на модные леопардовые лосины? Но наша экспертная комиссия в виде мужиков сказала, что это похоже на новый верный способ проносить горячительные на музыкальные фестивали. Ну и закончим новостью о герое. Можно нам эпическую музыку? Спасибо. Скромный кировчанин поймал магазинного вора и невзначай с ним сфотографировался. В общем, поймал преступника и, судя по фото, тут же его наказал. С такими героями Киров может жить спокойно. И, не опасаясь ничего, спокойно смотреть соцобзор. Вот вы, да, да, сидите жалуюсь на жару. Ну, ничего страшного, скоро зима, но к зиме-то вы не готовы? Да, не готовы. Нет у вас домашнего питомца, из чьей шерсти вы будете себе вязать пояс и носочки. Но исправит положение рубрика «При строевом месте». Сегодня мы ищем новую семью для этой красавицы по кличке Киса. Кисе около четырех лет, она очень послушная и ласковая. Ее не так давно нашли на улице, пока кошка живет у добрых людей в ожидании новых хозяев. Любит на ручках сидеть, кушает все, клоточку приучена. Спокойная, поиграть любит, с кисами дружит, не обижают никого. Если вы хотите, чтобы Киса стала новым членом вашей семьи, звоните по номеру 40 11 90. Кто этим летом на Бали, кто в Тунис, кто к бабушке на дачу, а Оксана Стяжкина в Коминтерн. За границу съездила и узнала, как там живут коминтерновчане. Расскажите, какие у вас тут новости в Коминтерне, что творится, что происходит? Копаемся, загораем в саду, отдыхаем. Дождей нет, грибов нет. Вот и все. Дороги плохие, вот там. Новостройки у нас везде, новые дома строятся, очень красивые. Купальный сезон только скоро закончится уже. А так вообще здорово, лето теплое, все клево. Не знаю, ничего, у меня все как обычно. Хорошего ничего нет, все в принципе нормально. Ну, живу как все, в общем, на еду хватает. Сегодня дождь приедет, я приехал, и все. Сюда. Сюда. И очень недоволен. Мне здесь не нравится жить. Скандалы везде. Где? Везде. На каждом углу. Кто с кем скандалит? Алкаши. Ой, как мы счастливы и рады, что у нас такая асфальтовая дорога стала. Конечно, мы этому радоваться не должны, это так и должно быть. Но у нас были такие рытвины, ямы. Кто на работу, кто на пенсии ходит, гуляет. Кому это для чего дело? А так что? Никаких катастроф пока нету, все спокойно. Переселяет к нам этих свересников, да, к одни пьянки и драки. Много драк? Много, да. Разнимаете? Я не видел, жена видела. И на сегодня это все. Если у вас есть интересная информация, присылайте ее на нашу почту или рассказывайте по телефону 54 18 19. В студии был Александр Сорокин. Лето кончается, успейте сделать 15 дел. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...